здравствуйте дорогие друзья я хочу записать небольшое видео комментарии на буквально два недавних видео на которые ответы на вопросы михаил уже собственно осветил и я с ним согласна в целом в общих чертах но мне бы хотелось внести некоторые свои какие-то нюансы свою какую-то точку зрения на которую каждый человек имеет право значит первое видео и это видео буквально одно из последних про любовь морковь два молодых человека жили в течение трех лет встречались один раз в неделю спустя три года они решили съехаться и жить вместе и вот тут у них начинаются всякие проблемы вопрос этот интересный на протяжении трех лет у них было очень мало времени для общения и скорее всего что у них было эти эти единственный раз в неделю когда они встречались он был этот день праздничным насыщенным эмоциями насыщенным чувствами насыщенный общением событиями которые происходили за неделю вопрос в том что насколько молодые люди обсуждали какие-то свои совместные планы насколько они хорошо знали друг друга вообще в совместной жизни вопросы такого содержательного общения и понимания того места где ты сейчас находишься куда ты хочешь прийти через несколько лет и обсуждение это со своим партнером имеет очень большое значение у каждого из нас есть свои планы значит хотят ли люди строить какие-то дальнейшие отношения и которые перерастут в брак или это пока что просто отношения без определенности чувствуется что со стороны молодого человека это именно так собственно и было девушка хотела замуж а молодой человек как-то не очень был склонен к этому то есть у них уже возникли какие-то вот такие непонятности еще до того как они решили съехаться если у них отношения долговременные как они видят себя в плане реализации в карьере видят ли они в дальнейших этих отношениях друг друга какова роль каждого из этих молодых людей в этих отношениях это все имеет очень большое значение как в связи с профессиональной реализации каждого из людей вот которые решают жить паре так и в семейных отношениях и я не уверена мне кажется вот возможно я ошибаюсь но так это в письме не прозвучало никак что тот один раз в неделю который они встречались собственно я понимаю что нет времени там на сильное обсуждение каких-то философских вопросов совместного проживания времени то мало хочется и то и то и то и то и то и день пролетает и уже кажется что вот оно пришло вот это и есть любой вот с этим человеком я хочу быть все время и что же получается дальше дальше они съезжаются оказывается что человек существует не сам по себе оказывается что него есть еще многочисленные родственники и у них взгляды на родственные отношения совершенно разные это нормально каждая семья это некоторая отдельная небольшая система и ребенок который растет семье он усваивает эти принципы существования данной системы в одних семьях одни правила других семьях другие правила когда два молодых человека являющихся представителями разных систем встречаются проходит какое-то время пока они притираются и у них как у новой ячейки как у новой семьи возникают свои собственные правила на это уходит какое-то время важно только что это время должно пройти и очень важно находиться все-таки на одной платформе то есть когда вы знакомитесь с молодым человеком и чувствуете что у вас к нему есть симпатия какие-то чувства и так далее неплохо бы задуматься о том что этот человек не сирота и помимо того что вы говорите да этого человеку да он мне нравится да я его люблю да и так далее неплохо бы сказать это же самое да и его родственников тоже если вы например говорить ой он не так нравится на родителей бы его я бы вообще никогда не видела у вас не получится правильных отношений потому что у человека существует довольно сильные связи со своей родовой системой никуда от этого не деться поэтому молодые люди выходите встречались раз в неделю вам нужно понять а как вы принимаете родственников можете ли вы их принять свою жизнь точно так же как вы принимаете этого близкого человека и только в этом случае у вас есть хоть какой-то шанс на дальнейшее развитие отношений потому что начинаете жизнь с того что вы не приемлете родственников мужа и каждый поход к ним сопровождается какими-то упреками и недовольством с противоположной стороны а такие отношения они не долговечны они не могут существовать долго и они безусловно приведут какому-то разрыв был какой-то фильм я уж не помню какой миронов там говорит почему я не женился на сироте так вот это как раз из той оперы если человек не сирота у него есть родители то этих родителей нужно принимать как данность и давать им определенное место в своих отношениях со своим близким человеком и каждая сторона должна понимать особенности другой стороны что у них могут не совпадать взгляды на общение со своими родственниками одних это большая семья и много родственных отношений у других наоборот нет но вписывайтесь ли вы вот в эту сложившуюся систему не можете ее поломать она существует или нет вот это уже второй вопрос она может вот эти взаимоотношения с родственниками если у вас все получится вы примете все как есть она со временем может претерпеть изменения когда у вас появится свои дети если все сложится удачно вы будете больше заняты своими делами может быть например это общение но немножко будет слабее до семья будет протягивать сильнее но в целом самом начале когда вы только-только начинаете жить вместе нужно давать этому место и понимать что ваше отношение вот к родственникам да очень сильно влияет на ваши отношения друг с другом это первый момент второй момент все-таки это момент притирки люди не жили вместе совсем один раз в неделю это вообще ничто в отношениях вы практически не знаете друг друга у вас так мало времени на общение что вы практически ничего не но так вот очень поверхностно что-то знает хотя три года уже встречаетесь но тем не менее на это не просто физически не хватает времени поэтому вопросы проговора вопросы общения они приобретают здесь особую значимость и как я уже сказала да нужно как можно больше разговаривать и желательно все вот эти вот такие ключевые вопросы совместного проживания проговорить еще до туго как вы съехались вместе потом обнаружить что у вас вдруг совершенно не совпадает взгляды на жизнь один хочет замуж а другой совершенно не собирается жениться один хочет детей от рукой совершенно не видит никаких детей и занят построением карьеры и в общем вот эти вот все вещи желательно их конечно проговорить заранее внести ясность них и опять же если вы всем вот планом своего партнера дадите место заранее да и это для вас не будет каким-то новшеством то конечно совместное проживание она будет более благоприятным и будет меньше каких-то конфликтов и разногласий а теперь третий момент касающийся все таки того что девушка хочет замуж а молодой человек как-то не очень созрел но тут действительно получается история не зачались раз в неделю и раз в неделю для того чтобы сказать да я вот хочу чтобы мы там пожалеешь может быть рановато будет но вопрос то в том что я считаю что вот именно заключение брака они просто совместное проживание и это меняет безусловно отношения между мужчиной и женщиной и вроде бы казалось ну уже много много раз на эту тему говорили на канале и вроде бы казалось что ну что это же бумажка просто но вот тем не менее это бумажка меняет очень много и и знаете как вот существует посвящение в какие-то линии да можем сказать что это бумажка вот фактически просто подписанная бумажка дает вам посвящение в супружескую жизнь настоящую супружескую жизнь со всеми ее мирами ответственности и обязанности воспитанием рождением воспитания в детей и так далее и это безусловно накладывает отпечаток на ваши отношения и конечно я за то чтобы отношения оформлены друг с другом а потому что потому что когда отношения не оформлены то они могут просто легко очень распасться потому что опять же нету вот найти некого и энергетического чего-то свыше я вам говорю просто по собственному даже опыту нет чего-то свыше что удерживает эти отношения вместе а вот поэтому вот такой мой кратенький комментарий на видео о том любой в морковь вот а теперь мне бы хотелось буквально вставить две копейки по поводу того видеосюжета и вопросы которые задала нам девушка татьяна и сам бруна по поводу чувства вины михаил все очень хорошо ответил я с ним полностью согласна единственное что мне тут хотелось бы немножечко акцентики такие переставить да все-таки у девушки чувство вины она хочет от него избавиться и и ей нужен какой-то рецепт как же от этого чувства вины избавиться во всех отношениях которые мы вступаем мы можем менять только мы не можем менять других людей мы можем менять только себя и это нужно понимать да то есть все желание допустим поменять родители там или сестер или братьев или партнерам все эти попытки они безуспешны и второй момент мы можем сознательно поменять свое отношение к какому-то конкретному событию и в этом свете михаил очень много говорил о том что как мама поступает как мама себя чувствует но видимо татьяне все таки хотелось услышать ответ на вопрос как ей себя не чувствовать виноваты мне кажется что то рецепт тут может быть в общем-то довольно простой есть несколько то есть то есть грубо говоря нарушена сейчас равновесие в системе нарушена равновесие в отношениях и она существует на уровне энергии но существует на уровне ощущений и даже попробовать поправить вот сложившуюся ситуацию можно тоже на уровне энергии на уровне ощущений мне кажется что есть какие-то простые предложения например такие татьяна может мысленно сказать своей маме я очень люблю свою маму и благодарна и за все что она для меня делала и хочу чтобы у нас продолжались родственные отношения однако мама взрослый человек и это ее право принимать решение о своей собственной жизни со своей стороны как дочь я готова оказать маме любую посильную помощь которая и может понадобиться мне кажется что другие нехитрые фразы я могу даже их поместить где-то в объяснение к видишь чтобы вам там не не записывать и потом они очень простые но они как бы расставляют все на свои места и если например татьяна попробует мысленно несколько раз день сосредоточившись и представить себе мама перед глазами просто эти фразы принесет как первого лица даты моя мама там я там тебе благодарна и так далее я думаю что просто произнесение этих фраза но сменит напряжение в системе да во первых вы сразу почувствуете себя легче если там нет каких-то более таких серьезных заморочек в отношениях он должно стать легче от этого и я думаю что вот эти вот простые фразы они помогут сгладить вот этот дисбаланс который сложился у вас в отношениях с мамой после ее визита вот попробуйте я видела что вы пишите там комментарии то есть вы нас смотрите вы нас слушаете попробуйте и мне будет очень интересно узнать вообще сработает это или нет я как вы понимаете не психолог не психиатр вот мне так кажется что нужно так сказать и все попробуйте дайте нам знать вот на 7 я откланиваюсь спасибо за внимание пока пока